Здравствуйте! Здравствуйте! Однажды, в 99-ом году, когда мы проводили молодежный лагерь, мы впервые поехали в город Гангны. И на пляже ребята баловались. И вдруг они начали хватать учителей и бросать в море. Кто-то закричал, «Это паструк-супак!» И вдруг все ребята начали бежать за мною. Они схватили меня за руки и за ноги и побежали к морю. Я говорю, «Ребята, ребята, не надо, не надо, иначе я умру, пожалуйста, не бросайте!» И тогда они оставили меня на песке и ушли. «Ох, негодяй!» В общем, и такое время было. Порой я чувствую, что сердце Иисуса, которое отличается от моего сердца, начинает вести меня. Так было, когда мы начинали миссионерскую школу. То же самое было, когда мы отправляли миссионеров за границу. Или когда мы начинали молодежный лагерь Айваев. И Господь удивительным образом помогает нам. Когда мы проводили молодежный лагерь Кореи. Мы приглашаем многих министров по делам молодежи разных стран. Насколько я помню, однажды мы пригласили 827 служителей из других стран. Примерно 50 ректоров вузов. И 28 министров по делам молодежи. И хотя гости приехали в Корею, но наш бюджет не позволял хорошо их встретить. Поэтому я не отправил их жить в гостинице. Я отправил их в их хомстей. Потому что если отправить, так скажем, пожить у местных людей, это же не надо за это платить. Наши братья и сестры, они такие добрые. Никто не возмущался на 3, кто-то на 4, кто-то на 5 дней принял министров у себя дома. И говорят, что пастор Ксупак очень хорошо занимается подобной работой. Министры, когда живут у наших братьев и сестер, они все меняются. Однажды приехал один мэр города. И он очень сильно изменился. И он так начал хорошо относиться ко мне. Представляете, когда я покидал его страну, он меня провожал даже до самолета. Знаете, если мы покупаем землю, нам нужно заплатить за строительство. А он говорит, что нет. От имени города мы построим здание. И сейчас идет расчет. Министры открывают свои сердца и получают спасение. И знаете, министры разных стран становятся нашими людьми. И поэтому, когда я посещаю эти страны, в основном мы можем делать все, что мы хотим. И министры сами радуются. И знаете, я не стремился встретиться с президентом, но Бог позволил встретиться с ними. И каждый раз я чувствую, что когда я делаю моим способом, и когда Бог делает это разные вещи. В прошлом году мы начали дистанционное собрание из-за коронавируса. В мае прошлого года мы провели библейский семинар. Я был удивлен, когда услышал о том, что 276 телерадиокомпаний транслировали наше слово бесплатно 11 часов. Граждане многих стран, услышав это слово, они удивились. В прошлом году 260 тысяч служителей работали вместе с нами. И я был так благодарен перед Богом. Знаете, я не учился дипломатию или каким-то еще мастерством. Но я был благодарен, видя, как Господь Бог действует. В феврале прошлого года я посетил четыре страны в Латинской Америке и встретился с президентом из четырех стран. И мы договорились, что будем проводить майн-образование в этих странах. И наши учебники уже готовы. И как только закончится пандемия коронавируса, мы начнем работу. Почти во всех странах мы можем работать для молодежи. Что я могу сделать, чтобы это стало возможным, скажите? Во мне есть Господь Бог, и когда я уповаю на Него и иду вперед, я вижу удивительные деяния. Люди не верят в то, что я делаю. Ой, несколько министров пришло. Президенты получили спасение. Люди говорят, что такого быть не может. Но в последнее время уже начали верить. Недавно мы проводили пресс-конференцию. Я тоже не знал. Но, представляете, первая леди Бразилии, она отправила поздравительное видео. Журналисты были в удивлении, и все фотографировали. Директора многих ведущих телевидений поздравляли нас. Когда мы проводили пасхальный семинар, нас поздравляли многие известные служители из разных стран. Знаете, мой способ нельзя сравнивать со способом Господа Бога. Вот подумайте, самый умный человек на планете, если будет состязаться с Богом, кто победит? Это самый глупый вопрос. Самый хороший человек в мире. И человек, который уповает на Бога. Как вы думаете, кто победит? Конечно, тот, который уповает на Бога. Дорогие, можно ничего не знать. Пускай вы ничего не будете знать. Но если вы будете уповать на Господа Бога и идти вперед, Дела Божьи, они не сравнены с тем, что мы можем сделать. Поэтому, если вы оставите ваши способы и откроете Библию, и познайте сердце Бога, и человек, который соединится с сердцем Бога, он будет совершать удивительные дела. Я не тот, который умеет хорошо работать. Я не мудрый человек. И я не добрый. Я не честный человек. Но пока я жил вместе с Богом, имея зло, я не мог идти с Господа. Имея свой способ, я не мог идти вместе с Богом. Когда я читаю Библию, так интересно. Знаете, что написано в Библии? Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь. Давайте оставим все остальные слова. Сам Бог говорит, что мои мысли, не ваши мысли. Совершенно верно. И пастор Апака мысли отличаются, и мысли Пресвиктора Хуана отличаются от мыслей Бога. Все наши мысли отличаются от мыслей Бога. Поэтому для того, чтобы следовать за Богом, если я оставляю свои мысли и получаю руководство от Слова Бога, когда я считаю Писание, я начинаю обнаруживать сердце Бога в Слове. И тогда неважно, кем вы являетесь, если вы будете следовать за Словом Бога, с того момента будет действовать Бог, а не вы. И если Бог будет действовать через вас, кто сможет остановить нас? У меня было очень много врагов. Многие люди называют меня еретиком. Но знаете, что интересно? Среди них нет ни одного человека, который бы встретили меня. Я еще не видел людей, которые встретились со мной и называли меня еретиком. Люди притворятся, что якобы они все знают и все увидели. В начале этого года мы проводили очень много молитвенных собраний. Мы не стремились это проводить. Но сегодня нам нужна молитва. Поэтому каждый вечер мы проводили молитвенные собрания. В режиме онлайн мы проводили молитвенные собрания. Но знаете, что люди говорят о нас? Что в нашей церкви люди не молятся. До сих пор многие говорят, что мы не молимся. Но ведь сразу можно увидеть, что мы молимся. Как эта церковь может не молиться? Каждый вечер, полтора часа мы собираемся и молимся. Я передаю слово где-то 10 минут. Потом по очереди мы молимся. Но люди говорят, что мы не молимся. Смешно слушать, что они говорят. Но знаете, в чем проблема? Мы уповаем на Бога. Они используются человеческий способ. Когда я ехал в Сиул, тогда многие служители говорили, что они будут мешать мне ехать в Сиул. Но знаете, за что я благодарен? Если ехать на автомагистрали в Сиул, то невозможно не заметить церковь в миссии Гуд Ньюз. И издалека можно увидеть церковь в миссии Гуд Ньюз. И когда ты доезжаешь, надо повернуть. Поэтому невозможно не заметить нашу церковь. И это церковь, где служит пасторок Супак. Я говорил, попробуйте остановить меня. Они говорили, что будут препятствовать мне ехать в Сиул. Я сказал, ну я на своей машине поеду, как они меня остановят. Или на поезде поеду. Никто не смог остановить меня. Знаете, полицейский мне рассказывал. 127 служителей из района Сокчев в Сиуле пришли в администрацию и сказали о том, что если пастор Супак приедет в Сиул, тогда начнутся проблемы. Но еще не было ни одной страны, которой начались проблемы, когда приехали миссионеры Миссии Гуд Ньюз. Наоборот, молодые начали улучшаться. Их духовная жизнь начала улучшаться. Появилась радость. Знаете, есть какая проблема? Если вы станете на стороне истины, на стороне Бога, Ефесян на второй главе, написано, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. И были по природе чадами гнева, как и прочее. Мы были те, которые должны получить гнев. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотарился Христом. Благодатью вы спасены. Я действительно обнаружил, что я был под действием Духа, действующего ныне в противлениях. Тогда. Тогда было так. Здесь написано, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя. Господствующего в воздухе и Духа, действующего ныне в сынах противления. Оказавшись в Иисусе, я чувствую, что тогда, когда Иисус входит в мое сердце и ведет меня, и также сила, которая меня вела до этого, они отличаются. И чем больше времени проходит, я вижу, что Иисус ведет меня по Библии. А тот злой дух, который вел меня до Иисуса, вел меня к гибели. Когда я вел духовную жизнь, я увидел, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Порой я не могу отличить свои мысли от слова. Но когда я обнаруживаю свои мысли, они отличаются от слова Бога. И так начинается деяние в нас. Знаете, что сделал человек, который болел 38 лет? Раньше он следовал за своими мыслями. Но однажды ваше слово, которое отличалось от его мыслей, он встретился с Иисусом в купании в Ефес, да? Его мысли говорят, что он не может ходить. Но Иисус говорит, встань, возьми, посетивай и ходи. Если бы он следовал за своими мыслями, он бы не смог бы встать. Но в тот день впервые в его жизни ввело слово, которое отличается от его мыслей. И это было слово Иисуса. Встань, возьми постель твою и ходи. Я же не могу ходить. Да я не могу ходить. И у меня не получится. Но я послушаю его. И хотя он знал, что не может ходить, он оставил мысли, что не может ходить, и на основе слова Иисуса начал идти. Начались удивительные деяния. Иисус был слепой с рождения. Он встретился с Иисусом. Иисус сказал, пойди к купанию селам и умойся. И этот слепой идет к купанию селам. Его мысли говорят, что надо просить милостыню, что надо купить хлеб на это, что нужно зарабатывать деньги. Но Иисус говорит, пойди к купанию селам. Его слова не соответствуют со словом Иисуса. Он не знает пути к купальне. Особенно слепым оказаться в купальне, это очень опасно. А вдруг он поскользнется и упадет в воду. Как он сможет оттуда выбраться? Он же не знает, в какой стороне выход. Тогда этот человек сразу умрет. У незрячих людей есть очень много сомнений во всех вопросах. Но этот больной следует по слову Иисуса к купанию селам. Да, спрашивая, где дорога. Осторожно он трогает, ущупывает, куда идти. И пошел к купанию селам и начал умываться. И у него открылись глаза. Когда слово Иисуса входит в наше сердце, его мудрость входит в нас, его сила поравляется через нас. Открываются глаза, и жизнь меняется. И когда мы начинаем вести свою жизнь, мы сможем увидеть разницу. Что когда я следую за своими мыслями, и когда я живу следуя за словами Иисуса, эти жизни отличаются. Вот что мы увидим. Когда мы будем разглядеть, даже если в нас будут появляться правильные и хорошие мысли, это мои мысли. Кто дает эти мысли? Это дает сатана. Они отличаются от слова Иисуса. И тогда я оставляю их и следую за руководством Иисуса. Сатана искушает нас. Нам кажется, что мы выиграем, если будем играть в азартные игры. Кажется, что мы будем счастливы, если будем употреблять наркотические вещества. И нам кажется, что будет хорошо, если мы будем обманывать, или если мы свороем, что нас не поймают. Сатана вкладывает подобные мысли и ведет нас. По этой причине многие люди служат за голосом сатаны. Когда мы читаем Библию и обнаруживаем сердце Иисуса, за которым мы можем следовать, с того момента мы можем увидеть, что Иисус начинает действовать в нас. В прошлом году в это время мы все были удивлены. Мы проводили библейский семинар. 276 лет радиокомпании транслировали мое слово. Одно телевидение, оно транслировало слово, потом прекратило. Многие зрители начали требовать, чтобы возобновили трансляцию слова. Вот подумайте. Кто-то из Кореи пойдет к телекомпанию КБС или МБС и попросят трансляцию слова пастору Супак. Они все засмеются. Кто согласится на это? Но 276 лет радиокомпании. Я был очень благодарен им. Я был благодарен. А осенью 655 телерадиокомпаний транслировали наше слово. И сейчас продолжают много телевидений транслировать дальше мое слово. Важно то, что это не моими сторонами было возможно. Но когда Бог делал, все получилось. Можно ли сравнить то, что я делаю, я и делает Бог? В прошлом году 620 тысяч служителей работали вместе с нами. 8 тысяч человек поступили в нашу теологическую школу и учатся у нас. То, что мы даже не можем вообразить себе, разве сделал Ух Супак? Дорогие слушатели, если вы сейчас следуете за своими мыслями, попробуйте обнаружить сердце Иисуса и споследовать за Ним. Тогда, независимо, кем вы являетесь, вы станете людьми силой Божьей. Сегодня утром я хотел рассказать о двоих. Первый человек, который сам решает проблемы, с которыми он столкнулся. И второй человек, который оставил свои способы и последовал за Словом Бога. И Библия подробно описывает, какой их результат. Об этом я хочу сегодня вам рассказать. Когда воцарился Саул, против него вышел Голиаф. Саул сказал, что если кто-либо победит Голиафа, то даст свою дочь в жены. Голиаф был ростом 6 локтей и 5, это почти 3 метра. Можно сказать, что он почти в 2 раза выше меня. Написано, что древко копья его было как навы у ткачей. Я, конечно, не знаю, почему навы у ткачей. Но помню, мама в детстве работала с таким длинной палкой. Может быть, это копья, если махнешь ею, тогда погибнет сразу 50 человек. Все люди боялись его. Но Давид говорит, я убью его. В глазах царя это было так смешно. И он говорит, Голиаф, детство был воином, а ты юноша. Но Давид говорит, нет, когда я пасовец, когда лев и медведь приходили, я их прогонял. Если же они нападали на меня, я бы хватал за грива и убивал их. Я же пастор, поэтому мне нужно много размышлять. Конечно, можно думать о еде и о чем-то другом, но я размышляю о каждой истории, которая написана в Библии. Как же Давид смог победить льва или медведя? Я думаю, если вы посмотрите между животными, вы увидите, что льву не просто охотятся. Лев может набрать скорость примерно 60 км в час. Однако, зебра, например, если бежит, она бежит чуть-чуть медленнее. Однако, хотя лев быстрый, но не может бежать больше одного километра. Зебра же, хотя за ним бежит лев, если будет держать дистанцию, то даже если лев постепенно будет догонять его, если они пробегут один километр, тогда лев устанет. Поэтому, львы, они строят план и схватывают на пути. Льву, чтобы поймать добычу, нужно отдать полностью все силы, чтобы поймать. Но, если поймать стадо овец, то очень просто же. Если один раз у них получится, тогда все львы придут к ним. Позовут племянника льва, младших братьев-сестер возьмут с собой, отца приведут. Когда все скоты на пастбище умрут. Поэтому, если не победить льва, то надо оставить свою работу. Нужно будет обязательно столкнуться. Если убежишь, тогда поймать всех животных. Поэтому, Давид должен был бороться до конца. Вы думаете, это просто? Он боролся тэкундо или ногами? Я не знаю, как. В Библии не написано подробно. Но он ударил льва и лев умер. Не знаю, чем он ударил. Может, камнем. И он был в изумлении. Ой, я победил льва? Ничего себе. Дышит. Так, надо убить. И поймал льва. Так, один раз получилось. Ничего себе, я поймал трех льва. Бог помогает мне. И он почувствовал это. Бог защитил меня даже от Голиафа. Неужели Бог не защитил меня от Голиафа? Все боялись Голиафа. Но он же увидел Бога. Можно один раз простыть. Порой пускай будет в вашей организме болезнь. Пускай у вас не будет жизненном пути. Потому что это станет шансом вам увидеть Бога. Не думайте, что проблема это просто проблема. Господь Бог позволяет нам увидеть Его Диане. Когда я служил в Акуктуге или служил в Чакбали или служил в городе Кимчон. Без ничего. С коленей я вставал. Но когда я увидел Диане Бога, я мог испытать, как Бог действует. Ничего себе! Бог, ты действуешь даже вот такого, как я. В 4 царстве, 4 главе есть жена сына пророческого. Представляете, когда я читал эту историю, у меня слезы наворачивались. она была плоской. Она не верила в Бога. Но когда она наливает елей, елей течет. Я же такая плоская женщина. Но Бог действует. Масло течет. Мама, смотри. Мама, посмотри. Масло течет. Да, 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 сынок. Твой отец верил такого от Бога. Если бы я поверил в Бога, тогда папа бы не умер. Но Бог действовал, чтобы я поменяла душу. Мы могли жить в счастье. Но я все равно благодатна перед Богом. Когда у нее не было пути, она уповала на Бога. И Господь Бог точно действовал. Когда я был голодным, когда у меня не было пути, когда у меня не было денег, я мог уповать только на Господа Бога. И с чем я больше видел деяния Бога? Я ясно увидел, как Бог действует в моей жизни. на протяжении прошлого года многие слушатели услышали наше слово, и они удивлялись. Недавно один союз христианских лидеров из Тайвана позвонил, что хотят работать с нами. А до этого 18 служителей из Индонезии позвонили и попросили, чтобы я их наставлял. Знаете, я благодарен перед Богом. Разве это стало возможно человеком? Мы люди, которые живем через Бога. Пускай у нас будут недостатки, это не страшно. Пускай у нас будет плохой характер. Даже если у нас есть слабость, ничего страшного. Если вы будете знать, что ваш способ хуже, чем способ Божий, тогда вы оставите ваш способ и будете уповать на способ Бога. И если Бог начнет действовать в вас, мы даже представить не могли, что будем совершать подобные дела. Это не мы сделали. Ясно видим, что это Господь Бог совершил. я был так благодарен. Многие служители хотят научиться Евангелию, которому мы благовествуем. Поскольку мы не можем наставлять каждого, мы открыли теологическую школу. Спринфилде в настоящем мере в США могут собираться тысяч человек, но мы хотим сделать место для двух тысяч или трех тысяч. И хотим проводить библийский семинар весной, летом и осенью, куда приносим многих служителей, будем обучать их. Если они будут благовестны Евангелии по всему миру, разве они будут хуже меня проповедовать? Нет, конечно. Если тысяча служителей, тогда в тысячу раз больше будем работать. Если 10 тысяч, тогда в 10 тысяч раз больше. Если мы обучим хорошо 620 тысяч служителей, то удивительно мы сможем работать ради Евангелия. И чем мы будем слушать Слово, мы будем удивляться. Я удивляюсь. Евангелие от Луки есть история человека, который попался разбойником. Я говорю, что там есть два человека. есть тот, которого спасают. Человек, который попался разбойником, это тот, которого спасают. Человек, который попался разбойником, он не может спасти себя, ему нужно спасение. Самарянин символизирует спасителя. Сегодня многие люди, которые не знают Писания, говорят, что люди должны стараться стать самарянином. Но это невозможно. Кто из нас может стать подобно самарянину? Когда увидели человека, который попался разбойником, о, а здесь разбойники ведь, его побили, он умирает, значит, недалеко здесь есть разбойники. Священник убежал, и убежал левит. Но самарянин, который спас этого человека, он был готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти этого человека. кто кроме Иисуса может рисковать своей жизнью, чтобы спасти другого? Есть два человека. Тот, который должен получить спасение, этот, который попался разбойником. А спасительным является самарянин. Из-за того, что не знает Библию, многие люди стараются стать подобно самарянину, в конце концов становятся лицемерами. Многие христиане сегодня попадают в лицемерие из-за этого. Если будут помогать, их могут убить. Как они тогда могут помочь? Поверхностно показывает, что они могут. Это касается всех. Но мы люди, которые попались с разбойником, а важнее, что сделал этот человек, чтобы спасти себя? Он ничего не сделал. Написано, самарянин же некто, проезжая, увидев его, жалился и, подойдя, привязал ему раны, возливая масло, возливая вино, и позади его на своего сла, привез в гостиницу, и позаботился и дал два геденария и сказал, позабося о нем. Если издержишь, то возвращусь и отдам. Десять дел совершил этот самарянин, чтобы спасти его. А человек, который попался разбойником, сделал ничего. Он не молился усердно, он не исполнял заповеди, он не молился ночью, просто лежал. Подобно этому нам нужно лежать, а Иисус должен действовать. Но когда мы стараемся стать спасителем Иисуса, как тяжело уже нам будет. Многие люди неправильно знают Писание. Этот человек просто лишал, он ничего не сделал, чтобы спасти себя. Тем, что я сделал хорошо, невозможно спасти нас. Но многие люди стараются своими делами спасти себя, поэтому появляются многие проблемы духовной жизни. Это очень простой ответ. Царь Саул увидел, что Бог через Давида победил Галиафа. И все думали, что Бог поставил Саула царю. Но Бог оставил его. Да, сначала Саул уповолна Бога и совершил много дел, но постепенно ее сердце возгордилось и он начал следовать за своими мыслями оставив Слова Бога. И поэтому написано в Диане 13 главе 12 стихе там написано, что Бог отринял Саула и говорит, нашел я мужа по сердцу моему Давида сына Иесиева, который исполнит все хотения мои. Бог больше не мог действовать через Саула, поэтому решил оставить его и использовать Давида. Хотя вы получили прощение грехов, хотя вы получили спасение, если вы не оставите ваши мысли, если вы будете использовать свой способ, то в конце концов Бог оставит вас. Бог говорит, чтобы мы жили с его сердцем. Саул знал, что Бог поставил Давида царем. Для того, чтобы защитить свое царство, он должен был убить Давида. Поэтому он взял трех тысяч воинов и следовал за Давида. Два раза у Давида была возможность убить Саула, но Давид не убил Саула. Почему? Потому что ведь Бог знает. И Давид считал, что Богу не угодно, чтобы я убил помазанника. Однажды Саул вошел в пещеру, где находился Давид. Или однажды Саул пришел, чтобы поймать Давида и лег спать ночью. И Давид вошел вместе со слугой туда. Саул спал посреди и там было копье и была вода. Его слуга говорил, это шанс. Он говорит, я одним ударом убью, тут не нужно дважды убивать его. Но Давид говорит, не надо, ибо не угодно, чтобы мы убили помазанника. Давид просто вышел оттуда. Давид мог убить Саула, но не убил. Саул же хотел убить помазанника Божьего. Если вы будете получить руководство от сатаны, если вы будете следовать за плотью, сатана будет так делать и у вас. В конце концов, Саул погибает. И Саул не смог противиться Давиду, Давид становится царем. У вас появляются многие мысли, и вы должны точно различать эти мысли от Бога или от сатаны. Саул должен был подумать, Бог поставил Давида царем. «Ой, Давид, эй, Давид, Бог тебя поставил царем, поэтому ты должен быть царем. Я буду следовать за волей Бога. Когда будешь царем, пожалуйста, позабося обо мне, о моих детях». У Давида не было ни малейшего желания убить Саула. Если Саул поймает его, то убьет Давида. Поэтому Давид убежал к филистимлянам. Посмотрим Библию. Есть очень интересная история. Первая царь 14 глава 47 стих. И «И утвердил Саул свое царство не над Израилем и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, с Маникитяном, с Сайдомом, с Санюсовой и с филистимлянами и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, поразил Амалика и освободил Израиль от других грабителей его. Когда Саул воцарился, Бог сначала помогал ему и давал победу. Но с чем больше он одерживал победу, он начал следовать за своим способом. В конце концов, Саул понимает, что его оставил Господь. Что произошло у Саула, когда Бог оставил его? Он знал, что Давид станет царем. И Саул хотел убить Давида. Однако он не смог убить Давида. Давид не мог находиться у Саула, потому что Саул пытается убить его и убежал филистимлянам. Посмотрите слово. Давид говорит следующее. 1 Царств 2 седьмая глава. И сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам из 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Муаха, царю Гевскому. Филистимляне несколько раз пытались захватить Израиль, но из-за Давида они проигрывали. Они привели Галиафа и думали, что победят, но проиграли из-за Давида. Из-за того, что Саул пытался убить Давида, Давид в конце концов убежал к Филистимляне. В 27 главе он решает пойти к Филистимляне. Если мы прочитаем 28 главу 1 стих, Филистимляне собрали войско для войны, чтобы воевать с Израилем, и сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение ты и люди твои. Для чего филистимляне собрали войско. До этого они всегда проигрывали Давиду. Филистимляне прекрасно знали об этом, что они проигрывают из-за Давида. Поэтому и Голиав умер. Мы проигрывали всегда. Но когда они увидели, что Давид покинул Израиль, «О, Давид ушел из Израиля, значит мы победим!» И они начали идти на войну. И в этой войне погибает Саул. Знаете, что так важно? Саул одержал многие победы. И он собирал храбрых, мужественных людей вокруг себя, но не уповал на Бога. Он собирал храбрых и мужественных. Но когда Саул воевал против филистимлян, не было Давида. И в последние сражения в жизни Саула мы можем увидеть, что остался только Саул и трое сыновей Саула. Казалось бы, Саул собирал вокруг себя всех мужественных и храбрых. Но когда он умирает, хотя он поставил военачальник и храбрых людей, но ни один из храбрых не остался вокруг него. Когда он умирал, остались только трое сыновей Янафан, Аминадав и Малхисуа. Три сына Саула погибли в один тот же день. Человеческие способы не имеют никакого значения. только один Иисус Христос будет защитить нас до конца. Вам кажется, что вашим способом, вашей мудрости что-то получится хорошо? Это глупые слова. Кроме Иисуса никто не сможет защитить нас. Мы люди Иисуса. его крови мы получили прощение грехов. И когда веруя в Иисуса мы делаем шаг вперед, даже если вы не мудрые, даже если вы не умные, даже если у вас нет денег, даже если у вас нет силы, вы победите через Иисуса Христа. Многие люди используют свой человеческий способ, уходят от Иисуса. И многие люди идут по человеческому пути. Люди радуются, когда получают спасение. Радуются веселяться. Но оставив слово Бога, они не хотят идти по вере. Они говорят в следующий раз. Ой, когда поступаем в миссисовскую школу. Или после миссисовской школы. Потом когда-нибудь схожу. Или когда меня поставят пастора. И постепенно они оставляют на потом все это и теряют веру в Бога. В конце концов, используют человеческий способ. И получают спасение. Люди радуются сначала. Но время идет и в них остается только человеческий способ исчезает вера в Бога. Они следят за миром. многие люди идут за этой плотью. И сами не понимают, что делают. Не знают, что оставили Бога. Сатана не говорит, ой, не надо вести духовную жизнь. Что касается жизни по вере. Сатана не говорит не делать. Она говорит, делай. Но не сейчас. Потом, когда будет вера. Когда пройдет время. Отталкивает на потом. Но за это время многие люди впадают в плоть. и подобное происходит не только в нашей церкви, а во всей истории христианских церквей. Некоторые люди убеждаются, что их пути неправильны, что надо оставить свой способ. Надо познать волю Бога. Что же Господь говорит? Почему же Бог допускает подобное? Какая правильное Слово? Они оставляют свои мысли, которые кажутся, что у них правы. И когда принимают Слово Господа Бога, мы становимся людьми Божьими. И чем больше веры в Бога у нас появляется, у меня тоже вера была не с самого начала. Но когда я служил в Акук Тунге или жил в Чанпале, когда я служил в армии, когда я жил в Кимчоне, Миссионер дал мне деньги, чтобы я мог в Кимчоне снять хорошее помещение. Где-то 500 долларов было у нас. Было почти 500 долларов. 500 долларов. мы сняли дом за 200 долларов. И мы хотели найти хорошее место. Мы сделали большую ошибку, надо было купить дом тогда. Но отец сказал мне, не надо арендовать помещение. Ты просто узнай, а я посмотрю. Я узнаю информацию об этом доме и потом заключим договор, и тогда будет тоже не поздно. Но я как-то пропустил слова отца. Мы арендовали помещение, но это здание находилось под банком. Хозяин играл в азартной игре. И потеряв дом, он просто убежал. И я ушел из того дома, оставив ничего. Не было ни денег, не было ничего. Но было удивительно видеть, как Бог мне дает новый дом. Это был дом пресвиктора от церкви, который находится на районе Читя. Поскольку у меня не было денег, я сказал ему, что у меня нет денег. Тогда пресвиктор сказал, Бог мне дал хороший дом у большой дороги. Если слуга Божий просит, как я могу препятствовать. Недавно я по телефону общался с его дочерью. Тогда, в то время, она училась в школе еще. А сейчас ей, представляете, уже 70 лет. Действительно, мне уже 78. Она рассказывала, что когда завтракали, отец рассказывал нам и матери, что в нашем доме появился храм Божий. я не знаю, кто он, но говорит, что верит в Бога. И кажется, что Бог благословит наш дом. И мы договорились, что я сдам за небольшую сумму денег. И дочь пресвиктора рассказывала мне по телефону. Я так был благодарен за то, что этот пресвиктор дал мне этот дом. Это точно действовал Бог. когда я не мог сделать, это Бог сделал. Если я злой, если у меня есть недостатки, если я некрасивый, если я глуп, тем более Бог будет действовать. Тем более больше того, что будет делать Бог. Надо уповать только на Бога. Так Господь научил меня. Я видел, что Бог совершил то, о чем мы не можем даже представить. Если вы будете в Иисусе Христе, вы станете удивительными людьми Бога. Саул шел человеческим способом. Давид же оставил человеческий способ. У него были свои способы. Он может копьем убить Саула. Тогда ему не нужно убегать. он может защитить себя. Его слуга говорит, я могу разом его убить. Но Давид говорит, не убивай. Потому что этот человек помазанник Божий. Нельзя убивать помазанника Божьего. Саул действительно противился Давиду. И поскольку Саул пытается постоянно убить Давида, чтобы спасти свою жизнь, Давид думал, что надо убежать. Но проблема заключается в том, что когда Давид убежал к филисимлянам, тогда филисимляне напали на Израиль, и Саул погибает. Он пытался убить Давида, чтобы защитить свое царство. Саул не знал, что Давид защищает его, что благодаря Давиду Саул может жить. Если бы не было Давида, тогда Галиф бы убил его. Многие люди могли убить его. Благодаря Давида Саул мог спасти себя. Но Саул об этом не знал. Подобное происходит часто и у нас. Хотя Бог защищает нас. Очень часто мы идем по человеческому способу. Саул обманывает нас. Мы думаем не сейчас. Когда вера появится только тогда. Тогда я поверю. Когда нужна вера? Когда будут трудности. Но сейчас не так трудно. Если мы будем использовать человеческий способ, тогда мы будем впадать в плоть, будем обманываться больше и больше, и не сможем потом освободиться. В конце концов, Сатана разрушает нашу духовную жизнь. Сегодня многие верующие живут как неверующие. Бог призвал каждого из нас, чтобы использовать. У Бога есть удивительный план. Оставьте ваши мысли. И веруя в Бога, если вы сделаете шаг, неважно, кем вы являетесь, вы станете удивительными людьми Господа Бога. пускай это слепой или человек, который болел 38 лет, даже женщина, взятая в прерыводиане, неважно, кем они были, встретив Иисуса, они менялись. И когда они соединяются с сердцем Иисуса, они становятся людьми силы Божьей. Не говорите, я в возрасте, поэтому буду жить как попало, хотя бы один день, но живите с Господом. Даже если я живу один день, я всем сердцем служу Иисусу. Если я живу десять дней, я уже стар, я умру и все. Не надо думать так. Хотя бы один день, живите ради Господа. Если Бог будет действовать, даже в возрасте, даже в старости, даже когда мы ничего не можем делать, Бог будет проявлять свою силу. Я не тот, который мог совершить подобные дела. Я не знал, что такое будет со мною, но когда я шел вперед, я видел, что Бог все совершает. И сегодня я постоянно удивляюсь, когда мы проводим мероприятия, многие люди участвуют на наших мероприятиях. Многие страны приглашают меня. Я благодарен, что многие телерадиостанции транслируют наше слово. я думал, что в моей церкви будет всего лишь пару десяток человек, и вся моя жизнь будет в этом. Но видя все, что происходит, мне кажется, что это мне снится, и у меня есть благодарность. Я ничего не сделал. Я мог верить только в Бога. Разве мои мысли и мысли Бога можно сравнить? Поэтому я выбросил все мои мысли. Я оставил свою мудрость и принял слово Бога. Давайте все мы будем жить таким образом. Будем жить ради Господа. И пускай Господь заботится о вас. И тогда вы будете в безопасности. Спасибо за внимание. господи.